Сооружение завода, скорее всего, возьмет на себя госкорпорация Ростех. Окончательные решения примут после конкурса. Иностранным партнером станет ведущая компания «Хитачи Зосаны Нова». Это мировой лидер по строительству самых современных мусороперерабатывающих предприятий. Подобные заводы действуют в центре Монако, Монте-Карло, а также в столицах развитых стран мира. Современные технологии позволяют фактически полностью исключить вредные выбросы в атмосферу. Две трети завода – это работа с дымовыми газами, с очисткой. Здесь стоит сказать, что в котле температуры 1260 градусов. Существует двухступенчатая система по сжиганию отходов. И, конечно же, при такой температуре разлагаются все возможные элементы, которые могут наносить вред окружающей среде. Также в производственном цикле участвует процесс вторичной очистки. В итоге, по словам специалистов, из трубы завода выходит не дым, а безвредный пар. Термическая обработка мусора с последующим превращением его в полезную электроэнергию – это современные мировые тенденции в борьбе с загрязнением планеты. «Мне ясно, что перспектива города-курорта без создания подобного рода производства, она перечеркивается. И мне кажется, любому сочинцу понятно, что это необходимо сделать. Для меня, как для человека, который 20 лет прожил в этом городе и сегодня его представляет в Государственной Думе, важно, чтобы в целом город выиграл от этого, а не кто-то конкретно, а в целом город. Город-курорт важный для всей России». Место строительства объекта пока не утверждено, но на пресс-конференции заверили, что при выборе будут учитываться мнения населения. Стоит отметить, что у появления завода есть и противники. Кто-то просто не желает видеть производство по соседству, другие верят мифам о вредности мусороперерабатывающих заводов. «Это нельзя. Мы здесь не хотим. Каменки нельзя. На полигоне, который ЛАО, где мы рекультивировали, хотели уже там, тоже нельзя. Потому что то, что подтверждает Константин Федорович, он подтверждает то, что на самом деле мы понимаем все, что мусоропереработка нам нужна, но мы не хотим, чтобы рядом с нами это было. Так невозможно». Сейчас все твердые бытовые отходы вывозят из Сочи на полигоны края. На данный момент это район Белореченска. Около 300 километров в одну сторону. Рейс мусоровоза может длиться 22 часа. Это если без пробок в период межсезонья. В вопросе утилизации отходов мы пока отстаем от зарубежных коллег. В России 95% всего мусора подвергается захоронению только 5 вторичной переработки. Швейцария, Германия считаются мировыми лидерами по переработке отходов. Эти европейские страны добились нулевого захоронения. Весь мусор превращается в полезную энергию. Эти аргументы в пользу строительства в Сочи и инициаторы проекта приводят как наиболее весомые и уж точно неоспоримые. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ.